Еще раз добрый день, меня зовут Минский Василий. Часто в рамках своей работы приходится, точнее, постоянно приходится сталкиваться и работать с пациентами со стомой, поэтому об их проблемах осведомлены напрямую, и ежедневно с этими проблемами мы сталкиваемся. Проблем на самом деле много, я только перечислил то, что вы видите некоторые из них, и если в основном все проблемы как-то связаны с самим заболеванием, скажем так, с врачами, с медсестрами, которые общаются с пациентом, с закупками, с фондом, то главная проблема — это правильная своевременная маршрутизация при оформлении ИПР — это то, что непосредственно будет лежать на ваших плечах, на плечах пациентов, и чем быстрее вы займетесь этим вопросом, этим проблемой, тем быстрее вы будете получать полноценную и, главное, бесплатную помощь от нашего государства. Коллеги правильно выше озвучивали, и эти проблемы, они как бы всегда останутся и никуда, к сожалению, не деваются. Правильный подбор технических средств реабилитации, которые напрямую зависят от сложности операции, от типа операции, и в первую очередь, конечно же, от уровня осведомленности хирургов и медсестер, которые в дальнейшем будут работать с пациентом и перевязывать, и главное — то, что будет в вашем эпикризе, потому что с этим эпикризом то, что вам выпишут из больницы, вам придется пройти весь путь, всю логистику, поэтому насколько будет правильно прописано в вашем эпикризе, что какие средства технической реабилитации вам нужны, настолько вы в конечном итоге получите. И я сейчас укажу об этом в дальнейшем. Если какие-то будут возникать уже на этапах оформления трудности, то что-то, что-либо поменять будет достаточно проблематично. Путь оформления ИПР. Это, конечно, 100% затрагивает тех, кто будет оформлять инвалидность. Как выше озвучивали, тем, кому будут закрывать стому, этот путь не нужен. Но, к сожалению, много пациентов, кому, к сожалению, придется пройти этот путь. И повторюсь, чем быстрее вы пройдете, тем быстрее будете получать бесплатную помощь. Вам не придется покупать свои средства, искать какие-то другие варианты. Государство 100% обязано вас обеспечить техническими средствами реабилитации. Начинается путь из УПУ. Вам сделали операцию, вам дали выписку из больницы эпикриз. И с этим эпикризом, хорошо, если есть, да, как говорили, но в Санкт-Петербурге сейчас, кроме стомоцентра, который переехал с ветеранов на адрес, укажу ниже, на 3-й Березовой аллее, не занимается. По сути, вся перегатива отдана на лечащих врачей, кто оперировал, и, соответственно, городской, этот стомоцентр. На данный момент каких-то отдельных стомоцентр кабинетов в Санкт-Петербурге нет. Если будет нужно, потом в дальнейшем, не знаю, в группе ВКонтакте сможем предоставить информацию, в каких городах по северо-западу и, в принципе, по России есть эти центры стомирного пациента. Но в процентах 80 городов в России они есть, но, к сожалению, не везде. Вы идете с этим петрезом в поликлинику по месту жительства, где вам выдают форму 88У. С этой формы 88У, форма, она будет указана у меня ниже, я покажу, вы идете медикоциальная экспертиза. Наверное, самый такой ответственный и самый достаточно трудный путь, без которого, к сожалению, не обойтись, где вам прорабатывают и выдают индивидуальную программу реабилитации. Та самая ИПР, которая, собственно говоря, будет являться гарантом того, что вы будете получать помощь от государства. Вот это самый важный момент, после которого, уже после выдачи ИПР, повторюсь, вот до этого этапа нужно максимально подготовиться, максимально проконсультироваться с вашим лечащим врачом, максимально есть возможность побывать в стомоцентре, чтобы вам оказали наиболее информативную поддержку. И уже когда вся будет информация на руках, уже только тогда идти медикоциальную экспертизу. Потому что бывают часто случаи, мы к этому дойдем, когда выписывают либо что-то меньше, либо не то. И следующий этап – это уже переоформление ИПР. Повторюсь, это определенные будут трудности. После того, как вы получили ИПР, вы подаете заявление в фонд социального страхования. Заявление пишется раз в год. То есть на основании этого заявления фонд социального страхования обязан закупить под вас продукцию. Это может занять определенное время, но если есть заявление, то будьте уверены на 100%, что продукция придет. Наш закон подразумевает то, что вам обязаны закупить, и пусть вас никто не перебеждая другому, вам обязаны закупить то, что именно вы хотите, что вам нужно. То, что вам нужно. Потому что часто бывают ситуации по регионам, и, к сожалению, даже в Санкт-Петербурге, когда закупают не то, что нужно, закупают по другим каким-то характеристикам. Полностью в законодательстве, я сейчас покажу ниже, на вашей стороне полностью закон, и вы обязаны требовать свои права, и обязаны получать то, что вы считаете нужным, и то, что действительно у вас прописано в ВПР. Это очень важно, потому что, если у вас в ВПР это не прописано, а вы требуете, это определенная сложность. А потом происходит госзакупка, и уже поставщик, опять-таки, зависит от региона, чаще всего это соисполнитель, который находится в городе, он выдает. В Санкт-Петербурге, возвращаясь к вопросу выше, есть столмоцентр, который выдает, есть точки выдачи. Опять-таки, предоставим список этих точек. Просто разная продукция и разные, скажем так, поставщики, поэтому продукция может быть разной в разных точках. Но есть удобные точки по городу, где вы можете подъехать недалеко от вашего места жительства. Также есть обязанность вам поставлять, если вы находитесь территориально далеко от этих точек, либо в области. Переоформление. То, что очень важно, потому что часто бывает, что нужно что-то донести, либо что-то переоформить, либо продукция не подходит, уже, к сожалению, которая выдана, с тома уменьшилась, с тома увеличилась. Может человек поменять телосложение, набрать массу, похудеть. Другие какие-то причины. И ранее выданная продукция, она буквально не подходит. Здесь как-то повлиять на фонд без изменений в ИПР практически невозможно. Поэтому вам, к сожалению, закон это требует, придется заново идти в МСЭ и заново переоформлять ИПР. Это очень важно, потому что очень часто бывают вопросы о том, что можно сделать, как что-либо можно поменять, но без внесения новых изменений в ИПР это поменять будет довольно проблематично. Про законодательство. Ну, законы в 99% случаев у вас проблем с получением продукции, ТСР не будет. Но эти прямо законы, вам они не обязательно знать 100%, но еще раз повторю, что закон на вашей стороне. Поэтому с 95-го года у нас с подачи Бориса Николаевича Ельцина действует закон 181-й ФЗ на социальное обеспечение Российской Федерации, где сказано четко, что 100% средств реабилитации вы будете получать бесплатно. Нормы обеспечения. Опять-таки они прописаны в законодательстве. И КВ-приемники, и УР-приемники однокомпонентные вы будете получать с расчета 30 штук в месяц. Двухкомпонентные КВ-приемники, которые включают в себя пластину, которая идет в расчет на 10 штук в месяц и также 30 штук мешков в месяц. И обязательно требуются, если это УРО, стомы, ножные и ночные мешки для сбора мочи. Они идут с расчета 1 мешок на 3 дня, то есть это 10 мешков в месяц будете получать. Средства ухода. Опять-таки список здесь переведенный, он не обязателен, что-то вы будете получать, что-то не будет, не будете. Это только в рамках того, что вам назначат, что вам выпишет в эпикризе врач, хирург, либо это стомоцентр, либо это стомо-кабинет. Здесь какой-то личной инициативы быть не должно, только вы должны отталкиваться от того, что вам действительно необходимо от того, что вы писали. Ну, это в рамках, опять-таки, врачей, пометка, что вся продукция, которую должны получать пациенты, ну, вы прекрасно это знаете, они указаны в приказе 888-Н. Собственно говоря, здесь четко прописаны показания, противопоказания, поэтому вполне можете иметь, руководствоваться. Стомоцентр в Санкт-Петербурге. До лета этого года действовал стомоцентр на ветеранов. Сейчас они переехали на 2-ю березовую аллею дом 3, дробь 5. Телефон указан, обязательно сел, запишите. Я сегодня с ними связывался, они готовы всегда предоставлять любую информацию. У них есть обучающие материалы. Сейчас, в данный момент, что очень важно, она всегда действовала, просто были определенные трудности. Городская программа. Что очень важно, до получения инвалидности, до получения ИПР, прямо сразу после операции, вы можете у них получить помощь по городской программе. Вот по указанному телефону там можно будет записаться, приехать. И до, чтобы ничего не покупать, не приобретать, вам по городской программе они все помогут. Поэтому телефон обязательно запишите. Вот, в принципе, проблем по городской программе, но на данный момент нет. Также будет, у них пока еще не действует, но они будут выдавать по федеральной программе. Сейчас по федеральной программе это то, что вы получите после получения инвалидности и после написания заявления фонд. Сейчас действуют точки по городу, опять-таки, информацию мы укажем ниже. Сейчас презентации нету, но я вам подготовлю, либо на сайте, либо вконтакте, и мы эту информацию выложим. Образцы форм. Все эти образцы форм все регламентированы. Вы видите форму 808У. Это то, что вам обязаны выдать в поликлинике, где точно указаны, какие рекомендации, рекомендуемые мероприятия указаны, средства реабилитации. Образец ИПРА вы видите. Также придется вам эти формы получать. Все это регламентировано, все будет здесь четко прописано. Поэтому, если у вас все это будет на руках правильно оформлено, ну, обязаны, должно быть правильно оформлено, никаких проблем быть не должно. Вот. Единственное, спасибо большое за презентацию, маленькое уточнение, то, что Мария Владимировна говорила про путешествующих. Такое маленькое дополнение. Существуют средства технической реабилитации, которые также можно получать бесплатно по фонду, которые специально разработаны для людей, путешествующих. Это мини-кэпы, есть тампоны для стомы, то есть вполне люди работающие, люди путешествующие. Ну, есть определенные, вы правильно сказали, что там уру стомы нет, если или у стомы нет, это противопоказание. Но есть определенные показания, если человек работающий и путешествующий, есть средства реабилитации, которые позволят ему это делать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова